Добрый вечер в студии Ирина Кленская, в гостях Александр Васькин, друг редакции, писатель, историк Москвы, понедельник, гуляем, прекрасное настроение, хотелось бы, чтобы было, хотелось бы погоды. Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы гуляем сегодня по советской Москве, возьмем книгу с собой «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе». И вот мы ее берем. Почему? Она нам необходима. Тут у меня в книжке целый список самых любимых советских кинофильмов. Ну, конечно, я бы и так их мог назвать, потому что все эти фильмы до сих пор идут на телеэкранах. В Новый год всегда они идут. Да, идут. Что меня поражает. Ну, вот ничего, нет. Ну, вот что смотрели? А вот сейчас меня поражает. Я ехала в автобусе, сидели две прелестные дамы и такой же пожилой, очаровательный мужчина. Я вам сказала, как жаль, давно не было Штирлица на экране. Ну, вот сейчас недавно его опять пустили. Но, мне кажется, от чистоты и повторения любой фильм как-то уже блекнет. Блекнет. Ну, некоторые актерские работы, согласитесь. Да, того же Броневого. Да и Тихонов хороший. Тихонов, да. Все Табаков. Хороши, хороши. Ну, режиссер постарался здесь. Лиозного. Посязно Лиозного. Она была очень требовательна. Очень требовательна. Додобивалась своего от актеров. Любой ценой, можно сказать. Ну, на что только режиссеры не идут. Добиваясь вот правды жизни. Правда, жизни. Чтобы сыграл то, что он от вас хочет. Будь ты великий актер, народный, разнородный, все равно такие мучения даже физические иногда бывают. Нонна Мурдюкова рассказывала, как она ругалась с Никитой Михалком на съемках фильма «Родня». Да, он вот хотел, чтобы она создала вот эту тетку, понимаете. Провинции, они переругались, потом они плакали, друг друга обнимали. Вот это непросто. Непросто. Все нервы, все жилы выматывают иногда. Кино. Ну, у таких актеров, как Нонна Мурдюкова, конечно. Если человек может так играть. Но, тем не менее, даже она, да, вот смотрите как. И от нее добиваются. Хотелось бы, ну что ты, ну выйди, там что-нибудь скажи, да? Нет. Вот она, знаешь, не могла халтурить. Ну, вот давайте вспомним. Что смотрели? Что смотрели советские кинозрители в московских кинотеатрах, что смотрели? Самые любимые фильмы относятся к жанру кинокомедии. И лидеры кинопроката абсолютно здесь. Это «Операция и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика» и «Свадьба в Малиновке». Это вот действительно непревзойденные победители в этом негласном соревновании. Потому что тогда тоже был рейтинг. Не только сейчас. Ну да, некоторые фильмы смотрели по многу раз, приходили, цитировали. Это же было очень популярно цитировать фильмы. «Жентельмены удачи», «Афония», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман». На втором месте популярности уже боевики шли, фильмы «Катастрофы». Это прежде всего «Экипаж». В 79-м году он был снят. И «Пираты 20-го века». Тоже в этом же году. То есть конец 70-х, 80-й год. Потом уже идут мелодрамы. «Калина красная» с 74-го года. И «Москва слезам не верит» в 80-го. Это знаменитый фильм «Оскароносный» Владимира Меньшова. Когда все были поражены, как он мог взять «Оскар». Потому что отношения очень обострились между Советским Союзом и Америкой. Непростое время было. В Афганистан были введены войска. И вдруг американцы дают «Оскар» фильму из Советского Союза никому неизвестного режиссёра. Там у них Владимира Меньшова. И никому неизвестных актёров, которых тоже не знали. Конечно. Это говорит о том, что это была большая удача режиссёра. К сожалению, у нас как-то не оценили. Это он рассказывал, конечно, как изменилась его жизнь. Зависть, ревность. Вот самые нехорошие качества. А у творческих людей они есть. И они кикарфированы. Понимаете? Ну, всё готовы были сделать. И вообще, мне кажется, по заслугам он не оценён. Потому что у нас есть режиссёры, которые... Вот я не буду фамилии называть. Ну, никуда от них не денешься. Они там, они здесь. Уже такого же возраста почти, как Меньшов. Он сколько? Восемьдесят, по-моему. Вот. Её ему не дали деньги, кстати. Он хотел снять фильм. Ему не дали деньги. Он рассказывал об этом. С такой, как бы, щемящей болью в душе. Он много снимается. Но, мне кажется, всё-таки главное – это режиссёрское его призвание. Ну, вот ему не дали всё. Фильм он свой не снял. Не снял. Поэтому, к сожалению, кому-то дают. Слишком много дают. И всё равно опять «Оскара» не дают. Не дают. После того, как дают. Так, вы имеете в виду кого-то. Ну, не будем фамилии называть. Да, оказывается, можно быть не только режиссёром в кино, но и в жизни. Уметь свою карьеру построить. Так, чтобы получилось. Да, так, чтобы получилось. И быть всё время на плаву. Конечно, время пройдёт. Десять, двадцать. Ну, кого же вы имеете в виду, Саша? Не будем называть фамилии. Я стала теряться в догадках. Ну, кто у нас везде, так сказать, всюду? И мы знаем, так сказать, всё сами шевелит. Вот поэтому я скажу после эфира. Не будем, так сказать, да, называть фамилии. Как там, помните, я, говорит, актёр больших и малых академических театров, говорит Жорж Иван Васильевич имеет профессию. А фамилия моя настолько известна. Он не назвал свою фамилию, слишком известен. Больших и малых театров. Да, и вот ещё один фильм интересный такой, фантастический, который в 61-м году был снят, и действительно необычайный успех имел «Человек-амфибия». Тоже Владимиром Кореневым главные роли. Очень был популярен. Это лидер проката. Ну, печально, что Владимир Коренев, в общем-то, не повторил свой успех больше нигде. Ну, к сожалению. Но бывает такое. А может быть и к счастью. Один фильм, вот да, твоя визитная карточка. Потому что, когда потом начинается распыление... Он играл, видите, такие роли красивых очень молодых. В фильме прямо «Дети Дон Кихот». Да, он мне тоже там запомнился. Может быть, это и причина всего. Красивое лицо, а потом он не советское лицо. Не советское лицо. Ну, а смог бы, вот я не знаю, какое... Тут, конечно, сложно говорить. И в театре как-то... Ну, не у всех кладывается судьба. Не у всех. Возьмите, там, вот замечательно Георгия Буркова. Насколько он был гармоничен в советском кино. В тех ролях, которые ему давали. Гармоничен. Поставьте с ним Владимира Коренева. Ну, ведь, согласитесь, это разные лица. Эти разные лица. Поэтому здесь, может быть, он не был востребован. Лев Прыгунов тоже вот замечает. Тоже внешность не советская. Ну, какой из него председатель колхоза? Тракторист. Но он играл в генералов. Ну, он уже генералов сейчас играет. Сейчас играет генералов. Понятно, что карьер, так сказать, в таком вот все пребывает в заключительном этапе. Кому-то нужно генералов играть. Кому-то надо. Но он играл в молодости. Вот они, кстати же, играли с Кореневым, по-моему, в фильме. Это разве не Дети Дон Кихота? Дети Дон Кихота, да. Прекрасные актеры. Бортников тоже лицо... Бортников гениальный актер такой был, да. Они играли, помните, «Наш дом» они играли. А в театре какой был Бортников. Играет там, да. Тоже лицо не советское. Надо, чтобы было чёткое попадание. Вот Николай Крючков. Чёткое стопроцентное попадание. Советский киногерой. Человек действительно из народа. Что хочет Мусенька? Филиппов. Сергей Филиппов. Что хочет Мусенька? Водочки Мусенька хочешь. То же самое. Как говорил Алкадий Райкин. Что надо сделать, чтобы снять кино? Прежде всего, артист Филиппов. Он так говорил. Просто Филиппов значит смешно. Много снимался Сергей Филиппов, действительно. Но был очень скромный человек. Скромный был? Очень скромный. И не пьющий, что интересно Ну да, и денег у него и не было, как выясняется В общем-то, жить-то было не на что особо Да, поэтому Это же как судьба Меркуриева, достойнейший человек Да, Василий Васильевич, это поразительно Вы знаете, у меня вот эта история, он ходил по коридору Мосфильма Уже известный человек Зачем он ходил? Чтобы его увидели режиссеры Чтобы они его пригласили в свои фильмы Фильмы-то жуткие были, иногда он снимался Его спрашивают, Василий Васильевич, ну что же Ну жить-то надо на что-то, хотя он везде играл прекрасно Замечательный русский актер Жена его, дочь Мерхольда Мало того, что свои дети Еще дети, там, брата расстрелян Он еще и усыновил в эвакуации Понимаете, они все, дом был у него Там двери не закрывались Это поразительная была семья ленинградская Ну вот тоже, да, он не думал никогда, наверное, о том Сколько у него на книжке там лежит Интересная очень, такая плеяда вот актера И достойный очень человек Очень достойный, да, причем я говорю, пережить такие потрясения Дочь Мерхольда, можешь себе представить? И нигде никаких гадких легенд вокруг него нет Да, он до войны очень интересно снимался Вот это действительно первые роли его, черно-белые Но мы знаем Василия Меркуриева в знаменитом фильме «Верные друзья» И эта песня, помните, «Лодочка», да? Плала, качалась лодочка «А я в зереке» Песня, помните, они втроем исполняют Черков и Борисов Александр Борисов, еще один прекрасный актер из Ленинграда Александринки Он не так широко известен в кино Он играл «Война и мир» В экранизации Борисов играл Ну, народный артист Там вот целый ряд был Там Толубеев там играл Толубеев старший Потому что есть его сын А вот он, Толубеев, Андрей Толубеев Так что интересно Есть о чем поговорить Вообще боготворили же киноактеров Фотографии продавали Собирали фотографии Собирали эти фотографии Какие-то цветные Там черно-белые Коллекции Хранились Наверное, у многих москвичей Там 60-е годы Особенно В 70-е я как-то не помню Массовые портреты Массовые То есть вот подходишь Свою испечать, да? Там сколько? 10 копеек, да? Она стоила Несознательные школьники Из зажиточных семей Даже тратили всю карманную мелочь На приобретение этих фотографий Кумира, как же Советский экран читали Помните, журнал был Да Дадыр засчитывали в библиотеках Там интервью Там фотографии Помните, он был Большого формата Большой Можно было рассматривать Да, то есть Хорошие, качественно Сделанные издания Вырезали даже Там бритвы Представляете, чтобы фотографии Там Ну, на Мурдюковой Например, да Ну, естественно, что Лучших актеров Определял этот журнал Давайте посмотрим Вот Кто был лучшим актером В 62-м году По опросу кинозрителей Алексей Баталов За роль Да, в фильме Девять дней Одного года Иннокентий Смоктуновский В 64-м году За Гамлета Михаил Ульянов В 65-м год Председатель Помните, фильм Председатель, да Опять Смоктуновский За Бельгийс Автомобилей В 66-м году Вячеслав Тихонов В 67-м год Война и мир Олег Стриженов В 69-м год Не подсуден И вновь Смоктуновский За роли в Чайковском И преступление и наказание Это вот 69-й год Смотрите, какие лица Они все, в общем-то Друг друг Достойные Какая интеллигенция Рафинированная В то же время Михаил Александрович Ульянов Да, как он про себя говорил Что я мужик Какой-то простой Сибири Да, вот вам просто Другой человек Другой тип Но тоже порода И тоже Совершенно верно Тихонов, да Но это вот Любимец женщин Это один из самых красивых Вообще в мире актеров Олег Стриженов Тоже Индивидуальность Какая яркая у него Интересно Это 60-е годы Теперь смотрите Вот 70-е годы Изменение стиля Поменялось Уже Зажиточность такая Появилась Вот мы и смотрим Василий Лановой Фильм Офицеры 71-й год Кирилл Лавров 72-й год Укращение огня Александр Калягин Неоконченная пьеса Для механического пианино 77-й год И Станислав Любшин Пять вечеров Вот смотрите Любшин Интеллектуальный актер И потрясающий актер Замечательный Пять вечеров Это ведь не пьеса Не массовая такая пьеса Володина Ну что там собственно говоря Вот они встречают Через много лет Они находят Друг друга Отношения Замечательные у них восстанавливаются Эту пьесу прославил Товстоногов Он поставил ее Там играл Капелян И Лавров Они играли Шарко играл И Макарова Макарова жена Капеляна Сколько Макаровых много Вот Она тоже была народная артистская СССР И тогда она ушла из жизни Вот они А Шарко была тогда Женой Юрского Да там удивительные у них У всех Такие вот Союзы Поскольку В труппе все В одной примерно были Да И вот этот фильм Был реанимирован Как бы Никита Михалков Поставлен Там же тоже И Гурченко играла Ну тем не менее Вот смотрите Дальше Николай Еременко Пирата 20 века Но лишь два актера Удостоились такой чести Быть лучшими Вот в этом киноопросе Дважды Это Василий Шукшин За фильмы Калины Красной Они сражались за Родину И Андрей Михков Ирония судьбы С легким паром Служебный роман Вот 70-е годы Это новый герой И новый И новый характер Вот Михков Михков это лицо поколения Да 70-е годы Остановимся И посмотрим Почему же Так поменялся герой Попробуем разобраться И дальше посмотрим Какие кумиры Кружили нам головы Субтитры создавал DimaTorzok